Сегодня расширенная коллегия Министерства информационной политики и массовых коммуникаций обсудила итоги работы ведомства за 9 месяцев 2013 года. Но начать работу коллегия решили с награждения. Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники районных газет. Другие темы в нашем репортаже. Министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева рассказала, что этот год выдался трудным. Он прошел под знаком преобразований. Некоторые газеты республики были реорганизованы или объединены в издательские дома. Состоялись торги по продаже 100% акций Чувашского библиотечного коллектора. В этом году увеличилось количество социально значимых проектов. Расширился ассортимент книг, которые выпускает Чувашское книжное издательство. Возросла читательская аудитория у многих районных газет. Расширяет свое навещание национальная телерадиокомпания. В сентябре начались посконаладочные работы по вхождению национального телевидения Чуваши в кабельные сети операторов в городах Канаш, Ядрин, Шумерля, АллатРь, поселках Вурнара и Бреси. К концу 2013 года вы знаете, что у нас начинается совещание нового радио, Таванрадио. Республиканские СМИ активно освещали мероприятия, которые прошли в республике. Работу Совета глав Приволжского федерального округа. Визит Михаила Бабича в Чуваши, Дни республики и города, Дни Чуваши в Совете Федерации. Налажено сотрудничество с федеральными средствами массовой информации. Репортажи и программы национального телевидения Чуваши регулярно можно смотреть в эфире общественного российского телевидения. Министерство курирует и сферу информатизации. Важнейшими и на сегодняшний день направлениями развития электронного правительства являются наши два главных проекта. Это перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и переход органов власти на межведомственное электронное взаимодействие. В рейтинге Приволжского федерального округа Чувашская республика по уровню развития информационного общества за первые полгода 2013 года занимает четвертое место. Сейчас в Чувашии с помощью системы межведомственного взаимодействия можно получить 69 услуг. Самые востребованные – услуги службы занятости и ЗАГСа. В этом году удалось завершить оснащение органов госвласти современным компьютерным оборудованием и установлен аппаратный комплекс видеосвязи. Был запущен геопортал. Создана региональная система межведомственного электронного взаимодействия. Зарегистрированы на данный момент все необходимые сервисы федеральных органов исполнительной власти. Разработаны также всевозможные региональные сервисы для предоставления этой информации. Продолжается работа по внедрению универсальной электронной карты. С января этого года принято более 6000 заявлений. Прием заявлений производится в 13 пунктах по всей республике. С помощью карты доступны банковское, дорожное и медицинское приложения, а также есть возможность получить электронную цифровую подпись. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.